Привет, дружище, меня зовут Саша, сегодня у нас битва замков и вышло наконец-то обновление на русском Android сервере, и я, как обычно, выпускаю его последним. Пройдемся по всем нововведениям, выскажу свое никому нахер не нужное мнение по поводу тех вещей, которые происходят в игре, и лепи лайк, если сейчас быстренько наберем тысячу лайков, то сразу же после этого я выпущу видос, в котором буду на своем же аккаунте основном ролить нового героя, которого добавили. Так что не поленись, поставь лайк, я сразу после этого видоса начну записывать следующий, задонатил немножко, нужно же уважить, ублажить разработчиков, может быть они через месяц выпустят получше обновление. Сейчас я просто перехожу на страничечку тех изменений, которые у нас в игре, и сейчас погоним. Ладно, погнали, что у нас получается? 5 лет игре, и что ж там на пятилетие-то приготовили? Новый фон Castle Clash 5 лет. Окей, ну, причем, я не знаю, здесь его вроде нигде даже не купить, как бы, со старта, может быть его там где-то в акциях можно получить, я не знаю, потом в следующем видео мы уже рассмотрим, когда будем ролить. А что у нас получается, друзья? Может, я не знаю, у каких-то топов уже есть этот новый фон? Зверский, 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 давай на Зверского посмотрим, на Зверского посмотрим, нету здесь, и что, даже у Медевина нету, и у Медевина нету. Да, его даже, походу, не начали продавать. Интересная херобора, ну, фон такой, девчачий. Новое юбилейное событие, соберите специальные праздничные предметы, чтобы обменять их на награды. Ну, тут, конечно, многие из вас обрадовались, сейчас мы будем, вот, вот эта тема, да, это вот тысячу кулачков можно получить. Слушай, здесь, здесь вроде отличаются, короче, призы от того, что на Китайке, если я не ошибаюсь. А может не отличаются, поправьте меня в комментариях, но, как я понял, фишечка заключается в том, что, когда мы фармим какие-то локации, нам дают награду. Сейчас мы это и проверим. Во время события особые юбилейные предметы можно получить при раскопке шахт или победе в подземельях, пришествии монстров, командных подземельях и так далее. Я, короче, лоханулся. Лоханулся вчера то, что я на Тунце все пропуски волн замутил, да, и, как бы, было очень грустно. То есть, я мог бы там с 40 пропусков волн это все нафармить. Ну, вот здесь есть, давайте посмотрим. Хопа. Да, что-то дают. Хопа. Хопа. Давай, давай, давай. Еще. Давай, сейчас мы нафармим, друзья, и попробуем что-то обменять. И мороженку нам дали, да? Не, ну ладно, позитивненько. Я помню, на стриме ругался на эту тему, что, типа, вот, могли бы призы там и получше давать. Ну, вот сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот я хочу тысячу кулаков забрать и посмотреть еще раз, будут давать эту тысячу кулаков или нет. Ну, кто-то из бездонатных игроков может что-то соберет. Но с этим еще разберемся, да, пройдет несколько дней. Мы поймем, как это работает. Мы увидим. Мы увидим, можно ли, можно ли будет, короче, все призы собрать, которые здесь представлены. Где они? Они тут должны на складе где-то появиться, да? Ваши подарки. Ну, это, типа, показывалось, как будто идет на склад, но на самом деле это никуда не на склад, это куда-то в воздух идет. Смотри, я уже что-то могу обменять. То есть я могу взять какие-то скины, да? Ну, вот, допустим, у меня нету скина Трианта, я теоретически его могу обменять. Ну, вот, посмотреть общее количество ресурсиков я не могу. Здесь какие-то коробки, но с этих коробок падает херобора. Ну, вот. Далее фон. Что за фон? Парк развлечений. Он у меня, походу, и так есть. Вот это я хочу собрать. Ну, типа, 50-10. 10-2. То есть надо фармить больше, чтобы тысячу кулаков забрать. Ну, хорошо, это мы все заберем. Это, ладно, неплохо, но могли бы и побольше там финтиклюшек, шлюшек нам всяких надавать в честь пятилетия этой игры нашей. Игре 5 лет! У-у-у! Так, добавлено праздничное оформление карнавал событий. Ну, да, ну, типа, праздничное оформление. Хорошо, спасибо. Новые функции улучшены, улучшение облика героя. Как только вы получите облик героя, вы получите... Вы можете получать соответствующее улучшение, даже если облик не используется в настоящий момент. Во-первых, да, теперь нам не обязательно... Я могу, допустим, убрать скин с тыквы, да, но улучшения у меня все равно будут. Да, несмотря на то, что у меня этого скина нету. То есть, если вы хотите для какого-то героя улучшение, но вам не нравится, как выглядит скин, вы можете это улучшение получить, но скин убрать. Также теперь эти скины, если у вас есть какие-то лишние частички скина, вы можете еще больше улучшений для героя делать. Но, блин, камон, а что делать тем, вот как я, которые взяли вот все эти лишние, короче, облики и слили, да? То есть, ну, меня их взял, короче, слил. И что, техподдержка мне их не вернет. А я ж не знал, что потом можно их будет использовать в прокачке героев. То есть, несправедливо, ребятушки, от этого, если честно, бомбит. Ну, с другой стороны, может, и сам, сам виноват. Ладно, новая область судьбы. Огненная, огненная лощина. Окей, огненная лощина. А, это что такое? А, это вот у нас отдельно облики здесь добавили, да? Заходим в судьбу. Вот теперь у нас здесь появилось. Кто у нас тут? Алхимик похер. Этот похер. Дракон похер. Здесь единственное, кого нужно прокачать, это огнекрыл. Реально, это огнекрыл. И, как бы вам объяснить, огнекрыл, огнекрыл. Ну, все, ну, максимум укротителя можно прокачать. И то только тем, кто там фанатится, короче, с этих, с непосредственно архидемонов, там, чтобы больше набивать атак. Ну, здесь, если только огнекрыла прокачивать. Так, это вот хорошо мы забрали. У меня 35 тысяч, то есть, ну, на 12 скилл я его прокачать пока что не смогу. Ну, будем ребят ковырять. Я не знаю, может стрим запустим. Будем пытаться его прокачать на 12, но это надо будет каким-то образом сделать. Вот, идем дальше. Два новых таланта, соответствующие руны и эмблемы. Священный огонь и порочный пакт. Священный огонь и порочный пакт. По поводу этих талантов я уже рассказывал в одном из предыдущих видео. Один талант просто добавляет целую кучу здоровья и уменьшает входящий урон. Это теперь, по сути, будет топовый талант на защиту. То есть, каменная кожа по сравнению с новым талантом на защиту будет реально говном, друзья. Вот где у меня каменная кожа. Вот у меня каменная кожа. Теперь она про полностью херня, потому что там снижается урон на 50%, да? Но при этом на 65, если не ошибаюсь, увеличивается здоровье. Ну, короче, очень круто. И новый талант на атаку плюс 150 к атаке. И на 20%, правда, ты будешь получать больше урона. Вот такой талантик, не знаю, фрей там поставить. Ну, вот так вот будет. Просто идеально. Ну, не знаю, нужны ли нам новые таланты или не нужны. У нас их и так очень много, большой выбор. Но, тем не менее, таланты добавили хорошие, интересные. Новый герой. Назвали его Асура. Найм за самоцветы. Вот, если соберете тысячу лайков, сразу иду ролить, короче, на своем аккаунте. Пытаться выбить этого нового героя. Непонятно, хороший герой, плохой, но, по крайней мере, интересный. И потом где-нибудь, кто-нибудь из вас мне даст аккаунт максимально прокаченного данного героя на 10.10 со второй эволюции. Мы запишем обзор и посмотрим. Я бы данному герою поставил бы талантом Бастион какой-нибудь или какой-то новый талант, потому что у него встроенная, по сути, огненная защита. Ну, не знаю, там по 50% урона он будет отражать. Далее, изменения в мировом кризисе. В битве теперь участвует несколько архидемонов. Архидемоны больше не имеют иммунитета к уменьшению энергии. То есть, можно теперь разбросом снимать энергию архидемонов. Я не знаю, это у всех или нет, но, по сути, просто можно... Вообще нахер. Вообще нахер. Делать так, что они не будут включаться. Но это будет слишком легко. Я не знаю, почему так разработчики сделали. Может быть, это будет не у всех. И причем будет в битве участвовать несколько архидемонов. То есть, ты сможешь архидемона... Какого-то выбирать, которого бить. Или там сразу по 3 архидемона будут. Ну, короче, реально странные хероборы. Они что-то намутили с архидемонами. Но если там прямо в битве будет на тебя 3 архидемона нападать, то это будет круто. Улучшение функции... Ну, я не знаю. Может, там на выбор будут давать. Улучшение функции, руны, эмблем. Некоторые эмблемы теперь могут быть улучшены до 7 уровня. Хорошо, это понятно, да. Ну, донатерам... Я рад за донатеров. Хотя, с другой стороны, красные кристаллы, это у нас на базаре не продаются. Улучшена система боя в пустынных руинах. Ну, каждый месяц ее там что-то улучшает. И все равно, говорят, там есть вылитые глюки. Улучшено описание события гильдий. События. А в чем тут улучшение? Я не знаю, в чем тут улучшение. Замок гильдии. Здесь тоже как бы ни хера не видно. Вот. Железная воля не будет приводить к неправильному функционированию иммунитета к оглушению. Но вот это я не знаю. Я особо железную волю не тестил. Может, кто-то там напаривался на какие-то ошибки. Исправлено нарушение, которое приводило к тому, что Повелитель Бури мог активировать свой навык только после основной атаки на арене. С этим тоже, если честно, не сталкивался. Использование пропуска экспедиции больше не будет стирать выбранных для прохождения экспедиции героев. Это удобно. Не надо будет каждый раз выставлять новых героев, если у тебя старых не выбили. Исправлена ошибка силы эмблем. Ну, на это дико похер. Теперь можно использовать самоцветы для завершения квеста. Использовать любую жертву. Ну, тоже херь полная. Зачем это добавили, непонятно. Теперь увеличено максимальное количество слотов. Ну, короче, и да, да. Здесь увеличено. На складе увеличено место. И, как бы, и в алтаре увеличено место. Этим надо будет воспользоваться. Ну, как бы, все. Вот вам и все обновление. Вот вам и все обновление. Типа, ну, бля, я хер его знает. Ну, есть какие-то позитивные вещи, да. Но единственная позитивная вещь, что здесь можно будет какую-то халявушку заработать за счет того, что ты фармишь игру. Ну, блин. А так. С этими. С, грубо говоря. С одной стороны, да. Тем, кому не нравятся скины. Они их могут убрать. И все равно улучшения будут. Это хорошо. Но, с другой стороны, теперь можно скинами прокачивать героев. Типа, ну, камон. А что вы сразу тогда этого не сделали? Зачем я сливал эти скины? То есть, ну, идите нафиг. По сути, в данном обновлении ничего такого сверхъестественного не добавили. Ну, да, два новых таланта, еще что-то. Ну, какие-то рычаги и давление на нас, чтобы мы донатили. Но каких-то по-настоящему новых, интересных вещей, каких-то локаций или улучшения старых локаций я не вижу. Но хотя, может быть, что-то интересное у нас ждет в Архидемоне. И мы потом, грубо говоря, увидим. Может, что-то там реально вот в Архидемоне что-то классное, завораживающее, интересное увидели. Но нету кошмарок новых, нету новых волн. И, как бы, такое, типа, ну, да, выпустили обновление. Но, как бы, через два дня мы про это обновление уже забудем, по сути. Потому что ничего такого, по сути, блин, сверхъестественного нет. Это который какой раз уже исправляет эти руины? О, смотрите. Не всегда, но иногда дают мороженки. Вот какой раз уже эти руины исправляют? Не знаю. Но они все равно криво работают. Как так получается у разработчиков? Я не понимаю. Ну, то есть, фиг его знает. Пишите в комментариях, как вам это обновление. Да, какие-то, конечно же, все-таки позитивные вещи есть. Я уже не бомблю так, как я бомбил после обзора на тайваньском сервере. Но, блин, это не то обновление, которое я ждал. И мне кто-то там в ВКонтакте долбится. Ладно, друзья, на этой ноте я буду с вами прощаться. Пишите в комментариях, что вам, как там обновление. Вот, подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok